Новые платежки красноярцы получат уже в сентябре. Сегодня жилищники показали, как будет выглядеть этот документ. У него изменился не только внешний вид. С сентября вступает в силу обновленное постановление о предоставлении коммунальных услуг. А значит, меняется сам принцип начислений. Петр Дерягин расскажет, почему из-за этого, возможно, придется платить больше. Просматривая видеоархив новостей СТС Прима, я удивился. Оказывается, сколько разных видов и форм платежных квитанций уже повидали красноярцы. И с отрывающимися фрагментами, и фолианты на несколько страниц. А вот мои любимые с цветной рекламой. Но теперь Минрегионразвития призвали всех к единообразию. Вот новый платежный документ, как гласит название, который мы получим в сентябре. Теперь платежка состоит из семи разделов. Из новинок появился раздел «Сведения о перерасчетах». Здесь подробный список, какие ресурсы, по какой причине и за какой период вам пересчитала управляющая компания. Также причины изменения некоторых цифр можно искать в разделе «Информация». Это такие ЖКХ-новости. Здесь могут писать и о правительственных указах, и о том, например, почему вам дополнительно засвет начислили. Еще одна новинка – раздел «Справочная информация». Здесь указаны нормативы, то есть сколько должен каждый гражданин тратить на себя воды и сколько он на самом деле тратит. Графа прежде всего для тех, у кого есть квартирные счетчики. И, наконец, платежная революция. Новая колонка «Общедомовые нужды». Здесь остановимся, улучшение не косметическое, как может показаться на первый взгляд. Появление этой колонки значит следующее. Допустим, в доме установлен общедомовой счетчик. В каких-то квартирах также установлены индивидуальные счетчики, в каких-то квартирах нет. Там, где они есть, люди отдают свои данные, остальные же рассчитывают по нормативу. Потом информацию двух этих групп сверяют и сравнивают с показаниями общедомового счетчика. Если между ними находится какая-то разница, то есть, например, общедомовой прибор показывает, что дом на самом деле истратил ресурсов больше, то весь этот перерасход распределяет между всеми собственниками квартир. Но не поровну. Больше будут платить те, у кого больше квадратных метров. И не имеет значения, есть счетчик или нет, и вообще прописан ли кто-нибудь в квартире. Квартира сдается в аренду, там проживают арендаторы, и эти арендаторы, соответственно, льют воду. И какой прибор это будет учитывать? Только общедомовой. Не важно, прописан кто будет в квартире, не прописан. Будет вот этот перерасход воды раскидываться на всех собственников. По первоначальному замыслу это превышение нормы в доме должно было получиться из-за того, что кроме тех, у кого есть счетчики и нет, вода еще и уходит на поливку цветов, на промывку труб во время подготовки к отопительному сезону и так далее. Вот они, казалось бы, общедомовые нужды. Но на деле выходит, сегодня человек с собственным квартирным счетчиком еще и платит за чужой перерасчет. Вот такие получаются новые платежки и новые правила, по которым они работают. Расслабиться сейчас можно тем, у кого пока нет общедомового счетчика. Но ведь это только пока. Петр Дерягин, Владимир Суканов и Владислав Фаткудинов. СТС Прима новости. Редактор субтитров А.Семкин